Девушки отдыхают Но на родине у него этого не вышло. И тогда он уехал. «Они любить умеют только мертвых», — бросил он с горечью в одном из писем и напророчил. Слава к нему пришла на следующий день после смерти. Да какая! Чем больше проходит времени, тем сильнее его любят. Довлатов — человек-легенда, человек-анекдот, человек-миф. Миф, созданный им самим и щедро поддержанный окружающими. Вряд ли найдется другой писатель, который столько бы рассказал о себе в своих книгах. Всю свою жизнь он превратил в сюжеты. Сюжеты для небольших рассказов. Но понять, где правда, а где вымысел, совершенно невозможно. Так Довлатов запутал следы. Я его просто никогда не помню не готовым к тому, чтобы быть веселым. Понимаете? Ну, никогда этого не было. В самых таких обстоятельствах... Это вовсе не значит, что он был несерьезный человек. Он был вполне человек серьезный. На него можно было положиться. Можно было и промахнуться, положившись. Это тоже. Никогда не встречал человека, который был бы каждую минуту настолько несчастен. Он всегда был несчастен. Несчастен и остроумен, да. Привычка быть веселым при постоянной внутренней тревоге от того, что все время, все время все складывается не так. Нелепо получается. Все нелепо. Вот, понимаете, я как-то написал, что он играл рыжего клоуна, а был на самом деле белый клоун. 24 августа 1978 года из ленинградского аэропорта Пулково вылетел самолет Ленинград-Вена. На его борту находился 36-летний Сергей Давлатов, которому никогда больше не суждено было вернуться в свой родной город. В этот момент его писательская жизнь переломилась ровно пополам. Позади были 12 лет безнадежных попыток напечататься в Советском Союзе. Впереди 12 лет жизни в Америке, за которые он издаст 12 книг. Но тогда в Вене знать он этого не мог. Хоть и был уверен, люди меняют не страны, но одни печали на другие. Только и всего. Я его встречал действительно в аэропорту в день и час, когда нам было сказано. И жду, жду, жду. И люди выходят, русские. И его все нет и нет. Я подошел наконец к одному пассажиру и говорю, знаете, я встречаю вот такого высокого. Ой, говорит, он, знаете, он на перелете, там была пересадка в Будапешт. Ой, говорит, он на перелете до Будапешта так набрался, что его не пустили до следующей половины рейса. Так что они прилетели с матерью, с собакой Глашей на следующий день. Три города, по его собственному признанию, прошли через его жизнь. Первым городом был Ленинград. Город с осанкой столицы. Город его юности. В Америке он подписал книгу друзьям. Какими бы разными мы ни были, все равно остаются Ленинград, мокрый снег и прошлое, которого не вернут. Я думаю, все мы плачем по ночам. В свое последнее питерское лето, наполненное мучительными раздумьями и сомнениями, когда уже уехала жена Лена и увезла дочь Катю, когда его выгнали со всех работ, и все яснее становилась неотвратимость отъезда, Довлатов неожиданно снялся в любительском фильме у своего приятеля Николая Шлепенбаха. Символично, что он сыграл роль Петра Первого, основателя этого города. Довлатов не всегда смутно напоминал императора Петра. Заметил позже Бродский, ибо перспективы родного города хранят память об этой шагающей версте, и кто-то должен время от времени заполнять оставленный ей в воздухе вакуум. Этот свой актерский дебют, как и все в жизни, Довлатов превратил в рассказ, и среди прочих ненужных вещей увез в эмиграцию в знаменитом чемодане. Среди его рассказов один мне невероятно нравится, и до сих пор я начинаю безумно ржать, когда я его читаю. Когда его снимали в роли Петра Первого, а был в костюме и в гриме, и встал в очередь за пивом, и никто внимания не обращает. Пива нет, все же измучились, сидят. Наконец привезли, все мужики кричат. А ты что здесь делаешь? Ты не стоял, я стоял. Вот у царя спросите, я стоял за царем. Ленинград 60-х. Плавильный котел талантов, непризнанных гениев. Мекка неформальной культуры. Невский, их Бродвей. Ресторан Восточный, где они просиживали часами. Их парижская кафе Ротонда. Все они красавцы, все они поэты. И не писать, не блистать историями в их кругу, так же немыслимо, как не дышать. Этот клуб остроумцев почти в полном составе войдет впоследствии в прозу Довлатова. Он выделялся даже на этом фоне. Отчаянных стиляк, пижонов, любителей джаза и эрудитов. Довлатов был очень известной фигурой. В Петербурге его знали все. Он сам стремился попасть в центр событий. Часто бывал связующим звеном между разными людьми, даже между разными слоями. Было ясно, что этот человек хантлив, вне зависимости от того, пишет он что-то или не пишет, печатается или не печатается. Одним из центров неформальной культуры стал филфак Ленинградского университета, где учился Довлатов. Мы учились на одном курсе. Впрочем, слово «учились» можно с большим трудом применить к Серёже было в ту пору, ибо учёба предполагает хоть какое-то посещение лекций, семинаров, сдачу экзаменов, зачётов и так далее. Серёжа учился на финно-угорском, или поступил на финно-угорское отделение. Мне до сих пор не очень понятно, какими судьбами он пришёл на это отделение. Во всяком случае, уже тогда было ясно, что особого вклада в финно-угорскую филологию от него ожидать не приходится, потому что основное время он проводил на этом уже воспетом многими современниками пятачке, входе в коридор филологического факультета, сидел на скамейке, окурил и обсуждал с нами и с девушками более охотно какие-то последние филологические новости, новости филфака. Это уже было на втором курсе, и у нас была физкультура, и мы занимались с ним в одной спортивной группе. И Серёжа сказал, что вот тебя никогда не будут любить бабы. Я говорю, почему? Он говорит, у тебя брюха нет. Бабы любят брюхо. Факультет был местным встречателем, клубом, который был предназначен для того, чтобы прийти туда, а потом уйти. Да, конечно. Ну, во-первых, тогда продавалась гамза такая болгарская, такое вино, воплетённых в таких бутылочках. Ты всегда находишь какую-нибудь аудиторию маленькую, где можно сесть, эту гамзу выпить с плавленым сырком, и сигареты болгарские, и так далее. Здесь, в коридорах Ленинградского университета, Сергей Довлатов встретил Ази Пекуровскую, свою первую любовь. И эта любовь стала одной из главных грамм всей его жизни. Вот я увидела этого человека и как бы отметила для себя эту картинку, такую живописную. Такие гигантские шаги продвигаются по лестнице. И в какой-то момент я вдруг слышу голос, который я не узнаю, и меня спрашивают, не нужен ли мне фокстерьер чистых кровей. И я вооружив остроумие, все, которое во мне было, я сказала, что фокстерьер не нужен, уже есть. Вот если бы деньги мне предложили в небольших количествах, это было бы в самый раз. И так мы познакомились. Я помню их на Невском Сасе еще. Вокруг них образовывался вакуум. Так они были хороши. И огромный он, и она, они оба ходили в коричневых пальто, и оба одинаково стрижены. Ася была пострижена под мальчиком. И они в распахнутых пальто беседовали неторопливо мимо пассажа. И вокруг образовывался вакуум. И все смотрели, какие из космоса они, что ли, из Калифорнии. В богимных кругах Ася Пикуровская считалась первой красавицей даже не университета, всего Питера. У нее была масса поклонников. За ней одновременно ухаживали Бродский и Даватов. Как позже писал Бродский, в то время мы осаждали одну и ту же коронкостриженную миловидную крепость. А саду этому не пришлось вскоре снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала. Роман Давлатова и Ася Пикуровской продолжался три года. Это были счастливые, но и очень мучительные отношения для них обоих. Сережа – это такой человек, который, когда у него начинаются отношения, то он постоянно должен быть рядом с этим человеком. То есть он мне звонил ночью в последний раз, в два часа ночи. И звонил утром уже, будя меня в девять часов. Уже узнавал, когда я с ним увижусь. И уже выходил на это место, чтобы меня встретить. А мне давал полную свободу. Я могла прийти через три часа, или четыре часа, или пять часов. Ему это было совершенно неважно. Он выходил на этот угол Невского проспекта и Литейного. Он там встречался с людьми, у него происходила своя жизнь. И, между прочим, он и ждал моего появления. Давлатов бешено ревновал. Забросил учебу. И как сумасшедший носился за осей по всему городу. Серёжа хотелось, чтобы Ася вышла за него замуж. А Ася сопротивлялась этому, потому что между ними существовало и какое-то соревнование. Мы где-то там шатаясь, болтаясь, вдруг оказались в квартире у Игоря Смирнова. В тот вечер у меня дома возник спор между ней и Давлатовым. Спорили по следующему поводу. Если Ася выпивает из горлышка бутылку водки, то тогда она не выходит замуж за Давлатова. А если выпивает, то тогда Серёжа, одного нашего общего приятеля, на плечах везёт от фельдляндского, проносит от фельдляндского вокзала к Неве. Да, из вредности, из противоречия. Я говорю, ну как это, я выпью эту водку, если она вам так уж мешает. Я её выпью. И тогда Серёжа моментально говорит, хорошо, ты вот, если ты эту водку не выпиваешь, ты выходишь за меня замуж. Ася выпила эту бутылку водки, таким образом она не должна была выходить за Серёжей. Она, правда, побледнела, упала в обморок, но после того, как мы её откачали, Серёжа посадил Нишу Абелева на плечи и действительно отвез его. В конце концов, они поженились, но словно начиная бесчисленную череду странностей в жизни Долатова, свадьба совпала с разрывом. За неуспеваемость его выгнали из университета, и он пошёл в армию. Друзья считали, что от несчастной любви. Так или иначе, это был побег, его первый побег из родного города. Первый раз, когда он исчез с Ленинградских улиц. Служил Долатов в республике Коми охранником в лагерях особого назначения, что совершенно не вписывалось в традиции русской интеллигенции. По Солженицу, но лагерь это ад. Я же думаю, что ад это мы сами, скажет он позже. Именно во время службы он встретил будущих героев зоны. Давай сюда. Подходи сюда. Великоватый. Ну ничего, подрастёшь здесь на свежем воздухе. О, отлично, ремешок. Хорош парень. А ремешок вот так верить. Понял? Вот так. По свидетельству Бродского, вернулся Долатов из армии, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломлённостью во взгляде. С этого момента началась его писательская судьба. Серёжа не был пишущим человеком до его возвращения из армии. Слово появилось как письменное слово, как написанное слово, сочинительство. Только после армии, до армии. Я просто абсолютно точно знаю, что ничего этого не было. В конце жизни уже в Америке Долатов напишет филиал, где расскажет историю своей любви и расставания с Асей. В Ленинграде Ася родила от Долатого дочь Машу, которую в трёхлетнем возрасте увезла с собой в эмиграцию в Сан-Франциско. И до самой смерти Долатого скрывала от неё, что он находится рядом в Нью-Йорке. Сегодня Маша Пикуровская живёт в Лос-Анджелесе на Беверли-Хиллз. Она вице-президент крупнейшей кинокомпании Голливуда. Юниверсал. После армии Долатов жил уже с новой семьёй, женой Леной и дочкой Гадии на улице Рубенштейна, у Пятиуглов. Так питерцы называют странную пятиугольную площадь в двух шагах от Невского. У Пятиуглов в 60-е годы длила эфиротонная жизнь. Непризнанные гении собирались в коммуналках, били и веселились, заводили романы и обязательно читали друг другу свои стихи и рассказы. Здесь жили многие друзья Долатого. Рейн, Найман, Гордин, Ефимов, Люда Штерн. Три троллейбусных остановки отделяли их от Гродского. Они стали его первыми читателями и критиками. К сожалению, на долгие годы единственными. Его рукописи ходили по рукам, лежали на редакционных столах самых разных журналов и издательств, но его упорно не печатали. Я помню, что большущая пачка рассказов у меня, довлатовских, я их читал все, и там были восхитительные рассказы, просто замечательные. И на каждом экземпляре было написано «Отвергнуто новым миром», «Отвергнуто знамеем», «Отвергнуто юностью» и так далее. И, по-моему, я даже там в юности немножко скандарил. Говорю, вот надо открывать нового писателя, а мы этого не делаем почему-то. Он не хотел ни с кем бороться. Он воспитывался в семье, где вот и мама, и тетка работали при издательствах, там были писатели, он был знаком с детства с какими-то писателями, ходил в дом, в тортчество писателей и так далее. Он хотел жить, как живут эти люди, быть просто свободным, независимым, смешным, при деньгах, водить женщин, значит, в рестораны и так далее. Он хотел, это же было, так сказать, это же было такое вельможество, это был такой привилегированный слой, этот советский писатель эпохи Брежнева, Андропова и так далее. Он просто этого хотел, он хотел жить свободно, а ему мучительно не давали. В 1972 году, окончательно запутавшись в своих личных и творческих проблемах, Давлаков совершил свой второй побег из Ленинграда. Он уехал в Таллинн. Никаких разумных мотивов, чтобы отправиться именно в Таллинн, казалось, не было. Просто была попутная машина, как вспоминал он сам. Давлатов называл Таллинн наименее советским городом Прибалтики, штрафной пересылкой между Востоком и Западом. Видимо, он надеялся найти здесь какую-то другую атмосферу, более свободную, что ли. И, может быть, даст Бог опубликовать свои рассказы. В Таллине в его жизнь вошла Тамара Зигунова. В сентябре у меня раздался звонок дома. И говорит, Тамара, я говорю, да, я вас внимательно слушаю. Говорит, вы, наверное, меня не помните, я такой большой, похож на торговца с урёком. Помните? Я говорю, да, помню. Смутно. Он сказал, знаете, я приехал в Таллинн, у меня два номера телефона, ни один не отвечает, мне негде ночевать. А я говорю, что, ну, что делать? И я его встретила. Он был, конечно, с похмелья, выпивший, весь большой, чёрный, огромный, и хотел ещё выпить. Я сказала, что у меня нет дома ничего, он говорит, что у меня есть 30 рублей, пойдём в самый лучший кабак. Какой у вас? Я говорю, ну, самый лучший мюнди-бар, 12-й час ночи, до двух работник. Он говорит, мы обязательно должны с вами куда-то пойти. Встретив Тамару Зибунову, Давлатов остался в Таллине почти на три года, и этот город стал для него родным. Тамара жила в приводзальном районе деревянных домов, так не похожем на средневековый нарядный Таллинн. В этом доме с печным отоплением Давлатов попытался начать новую жизнь. У нас в доме такая была система, что кто раньше придёт с работы, тот выгребает залу, идёт в сарай, затапливает печку. Вот, конечно, он научился быстро. И вот, что значит человек артистичный, да? Вот 10 дней, то есть вторую неделю я прихожу первая, значит, выгребаю залу, иду в сарай, приношу дрова, затапливаю печку, начинаю готовить ужин. Звонок, где Серёжа пришёл? И когда наступал момент, вот я переполняла меня негодование, я шла с работы, и думаю, ну если сегодня всё, выгоняю никаких отношений, я прихожу домой, дрова нанесены в шафрейку на 4-5 дней, и Сергей там что-то изображает, ужин готовит. То есть он этот момент всегда очень чувствовал. Жизнь в Таллине и вправду начала налаживаться. Довлатова, беспартийного, без прописки, от них не самого морально устойчивого, приняли в ведущую партийную газету республики, Советская Эстония. Да не кем-нибудь, а штатным сотрудником в отдел информации. И вскоре он стал золотым пером и любимцем коллектива. Ему даже доверили писать письмо от имени доярки, Леониду Ильичу Брежневу. К тому же закулисная жизнь на редакции и постоянные компромиссы с самим собой стали бесценным материалом для его книги «Компромисс». У нас коридор, дом печати был, как напоминал коридор отсек подводной лодки. И вот он как идет по коридору, так он закрывал весь коридор своим телом. Голова почти до потолка. Ну, кстати, один раз меня так и встретил, я там кричал, бегал по кабинетам, что с Аквадора, альянды убили, альянды убили. И он так, я так пытался просто износить, а он, как Райкер, говорит, ножку подставлю, что ты кричишь, говорит, у тебя в стране каждый день кто-нибудь умирает, погибает, а не свобода, а ты тут, а лент. Глядываешь готические башни, а думаешь о себе. В этом городе, наконец, стала осуществляться его заветная мечта издать книгу. Таллинн город маленький. Рассказы Довлатова передавались из рук в руки. И случилось чудо. Не он опивал пороги редакции, а к нему обратились из главного издательства республики Эйстераама с предложением принести рукопись. Довлатов привез из Ленинграда свою знаменитую машинку Ундервул и засел за книгу в пять углов. Поначалу все складывалось просто фантастически. В издательстве объявили, что это лучшая книжка у них за последние годы. И она пошла по инстанциям до самого ЦК Эстонии. Сообщение делал инструктор ЦК Ян Труль. Мне кажется, он талантливо построил свою речь. Вот ее приблизительное изложение. Довлатов пишет о городских низах. Его персонажи – ущербные люди, богема. Их не печатают, обижают. Они много пьют, допускают излишества помимо брака. Чувствуются рассказы автобиографические. Довлатов и его герой – одно. Можно, конечно, эту вещь запретить, но лучше издать. Да, так было. Только обсуждение, конечно, не проводилось. Был заведующий отделом пропаганды, заведующий отделом сектором печати. И я. Вот я им доложил это. Я говорю, конечно, книга хорошая. Она действительно понравилась. Мы даже гордились. Вы, если бы вышла эта книга. Поскольку книга действительно была сто с чем-то страницей, она была быстро набрана. И в 1974 году было ясно, что она будет скоро издана. И начались последние цензурные муки. И тогда я встретился с Довлатовым, которого я, кстати, боялся. Потому что он... Ну, не то, что слава о нем была, но просто когда он пришел, он же был такой громадный человек. И Ахилл, и канцелярский работник. Он был бывший боксер, такой широкий. Ну, замашки классика все же. Я думал, что это будет труднейший разговор. Это был приятнейший разговор. К тому времени уже Сережда Довлатов точно знал, что и в Таллине это не Калифорния. Ну, с гримасой, с пренебрежением на лице. Но он был согласен, он хотел иметь книгу. Довлатов соглашался практически на все правки, предложенные цензурой. Не уступил он лишь однажды. Не сменил название «Пять углов». И вот все визы были собраны, он ждал сигнального экземпляра. Но тут вмешался Рок. Довлатов дал почитать рукопись зоны своему приятелю Котельникову. Тот оказался близок к диссидентским кругам, которые как раз в этот момент направили очередную петицию в ООН о независимости Эстонии. В связи с этим ГГБ провел ряд обысков, в том числе и у Котельникова. И вот тут произошел этот обыск. Причем, как бы сказать, Довлатова не искали. Это я совершенно точно знаю. В тот день Тамара ехала к маме с тяжелыми сумками. Троллейбусы почему-то встали надолго, как раз у дома Котельникова. И она зашла к нему выпить чашку чая. Тот вынес рукопись зоны, чтобы Тамара ее забрала. Но сумки были тяжелые. Она сказала, как-нибудь в другой раз. И папка с зоной осталась лежать в коридоре. На следующий день к нему пришли с обыском. И сразу сказали нам это, это. То есть они все знали, что у него есть. И так как папка Довлатовская лежала на видном месте, они прихватили и ее. То есть получается, что если бы я не зашла, ее бы никто не трогал. Вот. Папку эту... Они, конечно, разобрались, как бы сказать, что никакого отношения к делу ни Довлатов, ни я не имеем. И папку отдали из КГБ, отдали в отдел печати ЦК. А я был уже в курсе дела. Ой-ой-ой. Книжка-то хорошая. Мы дали добро, зеленую улицу. А теперь КГБ все закрыло. Но ничего не поделаешь. Мы с КГБ спорить не можем. И тогда вот получился такой драматичный разговор в главлите нашем. Мадам читала текст и говорит, а вот здесь написано так, что штык болтался у него на ремне. На что я действительно... Обычно мы не говорили с цензурой таким языком. Но я действительно крякнул и сказал, слушайте, Эльвий, штык не член, он не может стоять. Он болтается. Но я думал, что шок будет. Что она говорит, хорошо, идите со своим штыком, поставить печать, и все в порядке будет. Но она... Шок получился, но она сказала, что, слушайте, разве там, там, это я, разве вы действительно не понимаете, что вы можете делать столько поправок, сколько вы хотите, но эта книга истинно не будет. Мы не дадим ему. Поймите же. Как писал Довлатов, в эти же дни в качестве политических репрессий закрыли Таллинский ипподром, рассадник буржуазных настроений. Ипподром в Таллине, конечно же, никогда не закрывали, а вот набор книжки Довлатова рассыпали. И это стало для него крушением всех надежд стать писателем на родине. К тому же, его выгнали из советской Эстонии и фактически выдали волчий билет на работу в эстонской прессе. Ему посоветовали, что вот там, устройтесь на завод, поработайте, попишите, то, сё. И тут же выяснилось, что я беременна. А дальше все стали потихоньку ходить с водкой вечерами. И начался жутчайший, конечно, запой. Весной 75-го Довлатов уехал из Сталина в Ленинград. Через несколько месяцев в Таллине у него родилась дочь. Который они с Тамарой назвали Сашей. В честь Пушкина Александра Сергеевна. Сегодня Саша живет в Москве и работает на телевидении. У нее двое детей. Миша и Маша. Внуки Довлатова. Если Сергей Довлатов получил бы свою книгу «Пять углов», благодаря 80 или 100 поправкам, которые там делали, он здесь может пробиться, что он здесь может стать писателем. поскольку эта книга не вышла, то он понял, что здесь ему нечего делать. И, по-моему, это было просто счастье, что он получил эти 12 лет в Америке, где он чувствовал себя несчастливым, потому что он вовсе не умел быть счастливым. По-моему, это так лично от меня. Он был грустный человек по своей глубинной натуре. Но он писал свободно, он говорил свободно, он думал свободно. Это Довлатов. Я в Нью-Йорке сейчас в 126 понедельник. Я буду звонить каждый час. Ну, давай, пока. Довлатов совершил свой последний побег из родного города. Как писал он сам, жизнь его долгие годы катилась с востока на запад. И третьим городом этой жизни стал Нью-Йорк. Его последний, решающий, окончательный город, откуда, по его выражению, можно бежать только на Луну. Так получилось, что спустя несколько лет после его приезда американцы снимали фильм про русский Нью-Йорк и взяли у него интервью, как у главного редактора нового американца. Это редчайший случай, когда можно увидеть Довлатова, говорящего по-английски. В России каждое утро я ходил на работу. И я точно знал, что мне делать, что писать, что думать и чего не думать. Поскольку каждый, как это было, например, в газете, каждый месяц мы получали список указания относительно политических деятелей и прочих ситуаций в мире. И я знал, что господин Франко это плохо, господин Аленди это хорошо. И это было очень удобно. потом я приехал сюда и стал главным редактором русской газеты. И никто не говорил мне, что делать, что думать, что писать. Мне приходилось это решать самому каждый день. И это интересно и нормально. Но это крайне неудобно. Гавлатов попал в Америку на самом гребне третьей волны эмиграции. Это было время, когда возникло понятие русский Нью-Йорк. Когда на улицах появились сотни тысяч русскоговорящих людей. Когда на краю Крупплина образовался особый район, который американцы назвали русским, легендарный Брайтон-Бич. Они были очень разные эти люди. От самых отвязных одесских браков до столичной интеллигенции. Но всех их обвиняло одно. Сделанное в СССР и в Америке начинали жизнь с чистого листа. Им нужен был свой голос. Этим голосом стала газета «Новый американец», в создании которой ключевую роль играл Сергей Довлатов. Как писал он с гордостью, мы сняли офис на Бродвее Тайм-Сквер-1. Это по ленинградским меркам угол Невского и Литейного. Тайм-Сквер-1 это треугольное здание в центре города, откуда каждый Новый год опускается шар в знаменуя начало Нового года. Это самый дорогой офис, естественно, потому что таким адресом. Поэтому снять они могли книжный шкаф. Вся комната была такая, что редакция не могла войти сразу, поэтому все совещания производились в мужском сортире. Когда появились женщины, пришлось снять другое помещение. Мы переезжали из одного офиса в другой, и они тяжело работали, мужчины, и носили всякие стулья, столы, и все были, вот почему он в перчатках, и все устали, а я там болталась с аппаратом, и, значит, тоже всех снимала, весь этот процесс переезда, и всех, и сказала, давай, я тебя сниму отдельно. И он сам сел в этот угол, я его туда не сажала. В такие моменты никто не понимает, что это остается исторически снимано. Новый американец – главная сенсация русского Нью-Йорка 80-го года. В Америке Довлатов оказался первоклассным и жестким профи, а не тем талантливым, но расхлябанным журналистом с булдыгой, каким предстает в своих рассказах. Не прошло и года, как у него своя газета. Тираж приходится допечатывать. Из всех русских мест звонят, привезите хоть сто экземпляров, а то разнесут магазин. Выглядело это так. Мы с Петей верстали газету, это такие столы стеклянные. Потом заходил Довлатов, начинался хохот. Довлатов говорил, что когда он пишет для газеты, у него меняется почерк. Он всегда считал журналистику халтурой, и что советское, что не советское. Ему абсолютно не рисовали факты. Абсолютно не рисовали факты, но легко врал. Скажем так, ему не нравилась журналистика, нравилась атмосфера в газете. Да, это да. Потому что газета это всегда театр. А Довлатов был очень театральный человек. Это значит, что это интриги, это капустники, это постоянная борьба амбиции. Он постоянно остановился там на одну, там на другую сторону. Иногда одновременно, что делала жизнь совершенно немыслимой редакцией. Кроме всего прочего, в нашем новом американце, где не было советской власти, но не было и денег, все это очень напоминало субботник. И Довлатов с наслаждением участвовал во всей этой кутерьме, не получая ни копейки денег. Но в американце он не получал никакой зарплаты. И Сергей в этом субботнике купался в любви своих подчиненных. Он купался в любви своих читателей. Он был страшно популярен. Именно говоря о газете. Вроде бы стала сбываться американская мечта. После стольких лет ожидания Довлатов смог взять в руки свою первую изданную книгу. А затем вторую, третью, четвертую. Вскоре его стали переводить на английский и другие языки, вплоть до японского. У него родился сын Коля. Казалось бы, в Америке для Довлатова наконец зажегся зеленый свет. Впрочем, прокормиться литературой он все равно не мог и деньги зарабатывал на радио «Свобода». Мне это Довлатов сейчас 20-го, я совершенно замотался я, значит, сегодня пишу перед скриптом во вторник, наверное, должен был заехать на радио и в среду я уверен, что буду на радио и, в общем, привет. Я видел в Нью-Йорке его в основном на радио «Свобода», где он был король. Ну, в общем, это тяжелое переживание работать на радио «Свобода» и для Довлатова это вряд ли было очень приятно. но он там, так сказать, если кто-то был тамадой и главным человеком на этой нью-йоркской службе радио «Свобода», это был Довлатов. В Америке его очень поддержал и помог войти в литературные сферы Иосиф Бродский. И довольно скоро Довлатов стал одной из самых ярких звезд русского литературного Нью-Йорка. Не случайно на этом американском плакате «Писатели без корней», где изображена элита русской литературы Америки, Довлатов занимает центральное место. Может, просто потому, что слишком большой. И как верх признания Довлатова первым из русских писателей после Набокова напечатал самый престижный литературный журнал Америки «Нью-Йоркер». В Нью-Йоркере напечататься в Америке это всё равно как медаль за трудовую доблесть получить в Советском Союзе. Или там, не знаю, золотую за стальскую племетку. Я тоже там печатался один раз. Но Серёжа там печатался много раз. В подаче Бродского Нью-Йоркер напечатал несколько его рассказов. Это были очень хорошие деньги. Он заплатил знаменитый Курт Ваннигут, написал ему письмо «Серёжа, я вам завидую». Я прожил всю жизнь в этой стране, сражался за неё, выпустил несколько книг, но никогда Нью-Йоркер меня не печатал. Так что, ну и что? Ну вот, Нью-Йоркер напечатал несколько рассказов. А ты открываешь каждую неделю Нью-Йорк Таймс, и там список бестселлеров. Довлатова не было и не могло быть в списках американских бестселлеров. Он прежде всего был русским писателем, которого читала в основном русскоязычная Америка. А книжки выходили крошечными тиражами. Его читатели жили на Брайтон-Биче в окрестностях. Плохие или хорошие, но это были его читатели. Довлатова этого было мало. Он тосковал по признанию на родине. Я этнический писатель, живущий за 4000 километров от своей аудитории. При этом, как выяснилось, я гораздо более русский, точнее российский человек, чем мне казалось. Я абсолютно не способен меняться и приспосабливаться. И вообще, не дай тебе Бог узнать, что такое жить в чужой стране, пусть даже такой сытой, румяной и замечательной, писал он Тамаре Зибуновой. Он был все время вибрирующим человеком, вибрирующим от оскорблений окружающей дилетантской среды, в которую он попал. И от недовостребованности. Он невероятно страдал, потому что наверняка он, как романтическое тонкое существо, ехал с какими-то утопическими надеждами. И эти надежды, конечно, рухнули перед ним, пока он боролся за выживание, маячили высоты от «Ах, газета свою! Ах, лекция была! Ах, Нью-Йоркер!» А когда что-то сдвинулось, то планка души повысилась. Америка ужасно опасная страна для людей, открытых погони за успехом. Сережа, безусловно, был чувствителен вот к этой шкале успеха. он в нем жил спортсмен всегда. А как вы знаете, какого бы успеха в Америке ты не достиг, если ты оглянешься, но над тобой будет всегда еще 50 этажей более высоких ступеней. А на самой последней ступени тебя может поджидать такое отчаяние, которое захватило Селлинджера. Пьянство мое затихло, но приступы депрессии учащаются, написал мне Финова. Именно депрессии, то есть беспричинной тоски, бессилия и отвращения к жизни. Я всю жизнь чего-то ждал. Аттестата зрелости, потери девственности, женить бы ребенка, первой книжки, минимальных денег. А сейчас все произошло, ждать больше нечего. Источников радости нет. Главная моя ошибка в надежде, что легализовавшись как писатель, я стану веселым и счастливым. Этого не случилось. У Бога добавки не просим, скажет он. Да Владов то резко прекращает пить, то срывается в запое. Знал ли он, что это вскоре приведет к его смерти? Ну, человек знает. Дело в том, что я с ним пил. Его пьянство с точки зрения психиатрии, для этого не нужно быть психиатром. Любой пьющий мужик это знает просто. Это была форма самоубийства. Именно так, как он пил. Не в смысле много, а психологически как? Он как бы втыкал нож в свое сердце и говорил на тебе, на тебе, на тебе. Странно, что человек ни славянской, ни российской крови, ну, там было, армянин. Это было темное русское пьянство, которое здорово, здорово отражено в песнях Высоцкого. Что за дом стоит, понимаете? Все не так, все не так, ребята. Поэтому какое-то стремление куда-то убежать, а куда бежать? Смерть. У него, конечно, было. Я его увидел месяца за три до гибели, и он опять не пил. Он не пил, он мне показал на свой живот, живот как-то вот так вот, он был стройный, красивый, а вот живот выпячивался. И сказал мне, доктор последний раз сказал, что если я начну, через полгода меня не будет. Но он был очень веселый, он острил, никаких признаков близости этого кошмара. Выглядело благополучно. Довлатов писал рассказы для нового сборника «Холодильник», готовил свою первую книгу для России, появился приличный заработок, он даже купил домик под Нью-Йорком. За несколько месяцев перед смертью, летом 90-го года, он дал свое последнее интервью. Я обнаруживаю в себе новые качества каждый день, и последнее новое качество обнаружил вчера. Дело в том, что мы купили недавно, я подписал один такой более-менее выигранный контракт, и мы купили дачу под Нью-Йорком. Вот вчера, например, высадил три березы, я никогда не мог, ну, просто вы меня не знаете, и не обязаны знать, что для меня вырыть яму, или там, я не знаю, копаться в саду, или там, недавно, дня четыре назад сколотил скамью собственными руками. У меня есть собственность, у меня есть участок земли в полтора акра, я крашу сараи какие-то. Оказалось, что мне это интересно, я повесил две двери собственными руками, правда, они не закрываются, ни та, ни другая. В свое последнее нью-йоркское лето, лето девяностого года, Довлатов был уже очень популярен. Из России, где вовсю шла перестройка, приезжали друзья, издатели, журналисты, все хотели встретиться с ним, поболтать, выпить, стояла жара. Он очень много работал на радио «Свобода», в конце концов, он сорвался и начал пить, выбирая последние трезвые часы для эфира. В какой-то момент почувствовал себя плохо, позвонил своей подруге и попросил забрать его из студии. Затем он ушел в свой последний запой и сердце не удержало. Я позвонила в скорую помощь, и скорая помощь приехала, не долго, сразу приехали, но приехало где-то, я не знаю, два вот этих парня были русские, и никакие не портариканцы, приехала какая-то полицейская, и у нас приезжает скорая помощь, обязательно с полицейским. А я вообще не могу понять, почему ему никто не помогает. Я все кричу, ну помогите ему, помогите ему плохо, никто ничего не помогает, все какие-то расспросы, и в общем, в результате они его все-таки посадили вот в этот, в кресло, и начали вывозить к лифту. Машина скорой помощи мчалась к госпиталю, расположенному на Брайтон-Бич. Там во дворе, когда его выносили, я видела, что Сережа, что он уже, как бы не Сережа, как что-то такое, видно было, что он уже совершенно сидит какой-то такой, он умер в скорой помощи, да, он был мертвый, но ему пытались еще сделать какие-то там шоу, какие-то электрические шоки, в общем, пытались как-то его сердце все-таки привести, оживить, но ничего не получилось. Я все время сидела и, значит, молила Бога, молила Бога, но, в общем, не спасли Сережу. И зазвонили телефоны по всему миру. В Нью-Йорке и в Ленинграде, в Москве и в Сан-Франциско, в Таллине и в Бостоне, во всех городах Европы, где жили его друзья. Сережа Довлатов умер. И все же тебе кажется, что все виноваты. А ты с ним выпивал, или ты выпивал рядом, или что-то еще. Ну, это тяжелая, конечно, травма. И смерть Довлатова образовала такую дыру, которая так и не заросла. Вот это было шоком. Это как-то я, вот тут-то я осознала, что ведь Маша, вот тут-то я сразу, вот в одно мгновение, я поняла, что какой, я как-то не могла подумать о том, что жизнь-то на самом деле такое дело хрупкое. И я сразу же подумала, а как же Маша, она же никогда отца своего не увидела. Я была официанткой в ресторане, и мама пришла туда, стоит там и плачет у меня на работе. И вот там она, я стояла, у меня было глинов в руке, и я как-то думала, что она мне быстро что-то скажет, и я убегу, смогу работать. И она плачет и говорит, папа умер. Умер Сергей Довлатов 24 августа 1990 года. Неделю не дожив до своего 49-летия и совсем чуть-чуть до славы. Американцы видят религиозный народ, а какая у нас религия? Довлатова была явно религиозная литература. И поэтому мы пришли в похоронный дом, они говорят, вам службу какую? Гражданскую, какую хрен его знает? И стоял гроб с Довлатовым на сцене. Ужасно было то, что гроб был маленький. Да, это было бы неприятно. Не влез Довлатов в гроб, понимаете, они же стандартные гробы. Во-первых, он был в галстуке. Я в этом галстуке был первый и последний раз. И вообще не похож такой. Очень он был похож на армянина. И мама меня спросила, хочу ли я поехать на похороню. И я сказала, что, конечно, я хотела попрощаться с ним. И это первый раз, когда я его увидела, мне говорили, что он живет в России. И вот так я поверила, что живет в России. Как будто бы то, что он живет в России, он уже не существовал в моей жизни. И когда я поехала туда, это был открытый гроб. Это был открытый гроб. И я на него долго смотрела. Хоронили Довлатова на Нью-Йоркском кладбище Маунт Хеброн в Квинте. Это был армянский угол еврейского кладбища. И стали мы его хоронить. И пошел дикий дождь, нечеловеческий дождь. Никогда кода я не видел. А мы несли гроб, несут шесть человек. И вот мы с Петей несли первые два, которые несли этот гроб. Он дико тяжел. И из-за дождя все размокло. А там стоят такие яма, большая, желтая, и доски, по которым нужно положить гроб и поставить. И я, естественно, поскользнулся в чудо. Я не попал в эту яму раньше него. Был такой дождь, как будто весь мир оплакивает Сережу Довлатову. Но стеной, я такого никогда не видел раньше, не помню. Но он обрушился из ничего, из голубого неба. Огромный, страшный, проливной, стена, просто вот водяная стена. То, о чем он мечтал больше всего, первая книга на родине, вышла спустя полгода после его смерти. Называлась она, как у классика, рассказы. Меня тоже очень жаль, что я не могу поговорить с вами сейчас. И не могу оставить номер телефона. Это Довлатов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok